Загадки древности Мистический город Иерусалим, возможно, самый известный город в истории мира. Город, давший начало трём великим мировым религиям – иудаизму, христианству и исламу. Город, возведённый вокруг самой могущественной и священной реликвии Ветхого Завета – Ковчега Завета. Утерянный Ковчег Действие первое. За пределами пустыни. Три тысячелетия назад Ковчег был привезён в Иерусалим и почитался, как святая святых, воплощение присутствия Бога на земле. Но когда-то, в далёком прошлом, Ковчег загадочным образом исчез, положив начало поискам, завладевшим умами верующих и искателей сокровищ на тысячелетия. Поиски продолжаются даже в наши дни, став темой популярных романов. Разыскиваемые крестоносцами, мистиками, археологами, а также любителями приключений, утерянный Ковчег Завета вёл на поиски целые поколения. Новые свидетельства спустя три тысячи лет могут указать путь к последнему захоронению Ковчега Завета и решить одну из величайших загадок древности. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано «Было перстом Божиим», и положил он скрижали в Ковчег. Из книги «Исход». Ковчег Завета, священный ларец, содержащий подлинные стрижали с десятью заповедями, согласно библейской истории, был самым красивым и значительным предметом в мире. Длина его составляла два с половиной локтя, ширина полтора локтя и высота полтора локтя. Сделанный из древесины акации, он был обит внутри и снаружи чистым золотом. На золотой крышке были два херувима на страже, обращенные лицом друг к другу. Ковчег был построен иудеями у подножия горы Синай. Самое подробное описание всего, что касается Ветхого Завета, замысел по словам Моисея, исходили непосредственно от Бога. Бог говорил с первосвященниками из-за фигур на ковчеге, представ перед ними клубом дыма или пламени. Ковчег был абсолютным доказательством, знаком и печатью присутствия Бога на земле. Он обладал легендарными способностями, останавливал реки, сравнивал с землей горы, насылал болезни и уничтожал армии. Во время покорения города Иерихона, Иисусом Новином, как говорится в Ветхом Завете, ковчег несли перед войском. На протяжении шести дней группа избранных священников ходила по городу, нося ковчег. На седьмой день они обошли по кругу семь раз, и когда священники затрубили в трубы, стены Иерихона пали. Более чем в двухстах упоминаниях Ветхий Завет описывает в деталях удивительную силу ковчега. На протяжении сотен лет иудеи носили его с собой. Когда в конце 11 века до нашей эры царь Давид пришел к власти, он перенес ковчег в отдаленную деревню на Храмовой горе. На вершине был прекрасный плоский камень, вокруг которого он планировал построить храм для ковчега. Но Давид умер до того, как смог воплотить свой план, и работа перешла к его сыну Соломону, который правил с 970 по 931 годы до нашей эры. Во время правления Соломона Иерусалим стал центром религиозной и политической жизни Святой Земли. В центре Иерусалима находился прекрасный храм, возведенный Соломоном для хранения ковчега Завета. Ковчег оставался в храме еще некоторое время после 900 года до нашей эры, а затем загадочным образом исчез. Он почти не упоминается в Библии вновь. Как мог столь важный для западного мира предмет исчезнуть, не оставив следа и даже подтверждения его исчезновения? И где находится ковчег Завета сейчас? У Иерусалима есть духовное свойство, о котором часто говорят. Он привлекает паломников со всего мира. В средние века считалось, что Иерусалим есть центр Вселенной. На протяжении тысячелетий он оставался религиозным центром для всего Запада, городом, основанным с одной целью – хранить ковчег Завета. В наши дни руины древнего Иерусалима изучаются в поисках ключа к его уникальному прошлому такими археологами, как Гидеон Авни из Управления древностями Израиля. Храм, построенный царем Соломоном около трех тысяч лет назад, Гидеон Авни, археолог, был возведен на этом месте прямо позади меня. Эти стены, которые вы сейчас можете видеть, стоят практически на том же месте, что и стены на храмовой горе, построенные царем Соломоном. Мы не знаем сегодня точное местоположение первого храма, когда он был сооружен царем Соломоном. Но мы точно знаем, что где-то на территории храмовой горы ковчег Завета размещался внутри огромного здания. По книге царей, строительство первого храма началось около 966 года до н.э. Архитектура и проект были грандиознее и сложнее, чем все, что строилось до этого. На внутреннем дворе был бронзовый жертвенный алтарь и чаша весом почти 30 тонн. Вход защищали две 12-метровые бронзовые колонны. За позолоченными дверями из оливкового дерева находился ковчег. Святая святых со стенами и потолком, отделанная чистым золотом и с помощью золотых гвоздей. Наконец, ковчег был помещен туда, где нашел приют в храме Соломона примерно в 955 году до н.э. Надо подчеркнуть, что мы не знаем ничего о периоде первого храма из археологических записей. У нас есть Библия, дополнительные источники и описание здания основано главным образом на Библии. Самое святое место было внутри под названием Святая святых, где в сооружении периода первого храма помещался ковчег. Это была священная территория. Сооружение было построено посреди огромной платформы. Платформа была создана на вершине храмовой горы, сначала царем Соломоном, а позже обновлена и расширена до внушительных размеров царем Иродом. Скудные археологические свидетельства, которыми мы располагаем, связаны главным образом со вторым храмом. Сохранились, конечно, внешние стены, которые вы видите прямо сзади, подлинные стены храма второго периода, расширенного царем Иродом. Внутри стен на храмовой горе остались следы золотой стены. Знаки ковчега, очень немногочисленные руины, должно быть, относившиеся к периоду второго храма. Но с тех пор, как мы знаем, вся территория была обновлена и застроена. В период раннего ислама осталось совсем немного свидетельств для этого периода. Согласно Ветхому Завету, священный ковчег, первосвященник, выносил из храма лишь раз в году на Йом-Кипур, в день искупления. В наши дни, во время Йом-Кипура, на высотах храмовой горы раздается другая молитва. В период почти 1300-летнего мусульманского владычества, мечеть Купол Скалы расположилась рядом с мечетью Аль-Акса, на месте первоначального храма. В центре мечети огромный плоский камень, известный как Шетия, камень основания, с которого, как верят мусульмане, Мохаммед вознесся на небеса. Это третье из самых святых мест в исламе после Мекки и Медины. Это также место, на котором, как считалось, сковчег покоился в старом храме Соломона. На протяжении многих лет единственная часть горы, на которую имеют доступ евреи, это несколько камней, образующих часть западной стены второго храма. Лишь небольшое расстояние от купола скалы является самым святым местом во всем иудаизме. Несмотря на различия, иудаизм, христианство и ислам имеют связь. Они основаны на поклонении одному Богу, и понятие об этом Боге с самого начала воплощалось в Ковчеге Завета. Его власть преобладала в ранних текстах Ветхого Завета еще задолго до того, как Ковчег был неожиданно утерян. Легенды и теории о его исчезновении вдохновляли более двух тысяч лет на поиски и исследования. Большинство считает, что Ковчег исчез во время кризиса, или был захвачен в качестве трофея армии победителей, или же был благополучно спрятан в тайном месте священнослужителями храма. Первый подобный период начался в конце 10 века до н.э. во время вторжения египетского фараона Шишонка. Легенда о Шишонке легла в основу фильма «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега. В фильме ковчег обнаружен в потерянном городе Таниси, столице Египта при Шишонке. Но эта теория была опровергнута учеными, которые заметили, что армия Шишонка никогда не заходила в Иерусалим. Историки считают, что за это фараону была заплачена дань. Но, разумеется, самые ценные и святые сокровища храма в нее не входили. Если ковчег был захвачен, заслуживающая наибольшего внимания теория заключается в том, что он был разграблен и разломан на части ради золота, когда вавилоняне завоевали Иерусалим в 586 году до н.э. Согласно Ветхому Завету, вавилонский царь Новохудоносор и его армия разрушили святой храм Соломона и отправили израильтян в изгнание. Судьба ковчега может скрываться в мотивах древних завоевателей, которые объяснил археолог Аарон Мэйр из Еврейского университета и управления древностями Израиля. Первое, что сделали завоеватели, когда захватили город, обшарили храм по двум причинам. Аарон Мэйр, археолог. Первое, захватив храм и осквернив Бога города, ясно даешь понять, кто главный. Другая же причина в том, что в храме хранилось сокровище. И если описание ковчега, каким оно дается в Библии, верно, мы имеем дело с предметом чрезвычайной ценности. Если спросите меня, что могло произойти, если только самому решительному священнику не удалось незаметно выкрасть ковчег и спрятать где-то еще, возможно, его забрали в Вавилонине, отвезли во дворец Вавилоне и хранили там, как трофей, или переплавили и изготовили золотые предметы. Однако один значительный факт вызывает сомнение. Есть подробный список сокровищ храма, которые были увезены в Вавилон, но ковчега среди них, очевидно, нет. Когда иудеи вернулись в Иерусалим в 538 году до н.э., они начали строить второй храм, но упоминания о том, что ковчег когда-либо был возвращен в это новое святилище, нет. С этого времени в писаниях Ветхого Завета ковчег Завета больше не упоминается. Вера в то, что ковчег был спасен и спрятан в тайной сокровищнице, стала движущей силой продолжавшихся на протяжении веков поисков. Действие второе. Храмовая гора. Почти тысячу лет назад крестоносцы отобрали контроль над Иерусалимом у мусульман, которые правили городом с 7 века. В 1119 году н.э. группа из девяти представителей французской знати, назвавших себя бедными рыцарями Христа и храма Соломона, приехали в Иерусалим. Они основали свой центр на горе Мория, где некогда стоял храм Соломона. Рыцари объявили, что их миссия в Святой Земле заключается в том, чтобы охранять дорогу в Иерусалим от бандитов. Тем не менее, они редко покидали храмовую гору. Вместо этого, они начали раскопки. Работая снаружи мечети Алякса, крестоносцы начали раскапывать пещеру естественного происхождения под Святой Горой. Пещера была известна по мусульманской легенде как колодец душ, ведущий в недр земли где обитали демоны и который, как полагали, вел к сокровищам. Тамплиеры искали Ковчег Завета. Ковчег должен был дать Тамплиерам огромную политическую власть в тот период истории. Они тщательно копали и искали Ковчег Завета, но так и не нашли его. В 1126 году тамплиеры вернулись во Францию без ценной реликвии. Тем не менее, тамплиеры, возможно, нашли нечто равнозначное по ценности. Сокровище Соломона, обнаруженное тамплиерами, было не Ковчегом, а архитектурными знаниями, которые вдохновят на новую революционную форму готигу. Позднее археологи обнаружили выход из туннеля, выкопанного тамплиерами. Туннель проходит под Храмовой горой, но из-за ограничений, наложенных мусульманскими властями, туннель никогда не изучался. Никто может никогда не узнать, что же за раскопки велись в 12 веке. Может ли Ковчег до сих пор скрываться где-то под горой? Именно эта идея в 1909 году увлекла бесстрашного британского искателя приключений по имени капитан Монтегю Паркер. Проводя собственные раскопки в Израиле, писатель и археолог Нил Сильберман прошел по следу экспедиции Паркера. В 1909-1911 годах экспедиция Паркера в Иерусалим была, конечно, самой необдуманной Нил Эшер Сильберман, историк, и, возможно, самой нелепой археологической экспедиции, которая имела место в Святой Земле. Ее возглавлял скучающий британский аристократ по имени Монтегю Паркер, который окружил себя другими скучающими британскими аристократами и наемниками, участвовавшими в Англо-Бурской войне. Экспедицию возглавлял финский мистик по имени Вальтер Ювелиус, которому помогал ирландский ясновидящий. Никто из них на самом деле никогда так и не рискнул выбраться на Ближний Восток. Поэтому они с радостью передавали свои инструкции по телефону. Паркер начал свои раскопки, вновь открыв туннели, впервые обнаруженные британским археологом Чарльзом Уорреном в 1867 году. К несчастью для Паркера, туннели, ведущие на глубину под Храмовую гору, были не подземельем с сокровищами, а частью древней системы водоснабжения города Давида, открытие значительное для археологов, но безболезное для Паркера. Паркер прибыл в Иерусалим с большой надеждой, что сразу же найдет ковчег. Но недели превращались в месяцы, а он обнаружил лишь глиняные черепки и камни самых древних израильских поселений. В 1911 году в Лондон Скай Таймс появилась следующая статья. Это команда капитана Паркера. Возможно, всего лишь археологическое общество, но слухи свидетельствуют о другом. Каждый на улице знает, что за последние два года они получили и потратили 60 тысяч фунтов, и что землекопы работают в две смены, чтобы продолжать работу и днем, и ночью. Их основная цель завладеть ковчегом Завета и короной и скипетром царя Соломона. Отчаявшись и испытывая давление со стороны спонсоров со всего мира, от которых Паркер получил деньги на экспедицию, он решился на дерзкий и почти самоубийственный шаг. Вместо того, чтобы копать под храмовой горой от склона города Давида, он убедил османского правителя в Иерусалиме позволить ему пройти через купол скалы и копать прямо под священным камнем, одним из самых больших святынь в исламе. Работы тайно продолжались несколько ночей, пока по случайности, из которых состоит история, один ничего не подозревающий верующий не зашел в купол скалы среди ночи, не обнаружил англичанина, одетого в арабское платье, и сразу же поднял тревогу по всему городу. Паркер зашел слишком далеко. Он и его люди быстро собрали свои инструменты и бежали в портовый город Джафа. Когда они достигли побережья, по телеграфу сообщалось, что в Иерусалиме начались волнения. Насилие охватило сельскую местность, когда распространились слухи, что неверные обнаружили и украли корону и кольцо царя Соломона, меч Мохаммеда и ковчег Завета. Паркеру и его людям удалось сесть на частную яхту, стоявшую на якоре в бухте, и бежать. История быстро попала в газеты по всему миру, и Паркер невольно получил международную известность. Эта экспедиция не принесла ничего, кроме беспорядков и отрицательного отношения к западным археологам. Экспедиция Паркера действительно вошла в историю как полный провал и шаг, который остановил развитие археологии в Палестине на десятилетия. Чтобы удовлетворить желание своих спонсоров, Паркер решил вернуться в Иерусалим. В октябре он вновь приплыл в Джафу на борту той же яхты, на которой бежал. Но друзья сказали ему, что он окажется в серьезной опасности, если высадится на берег. Яхта повернулась по ветру и уплыла прочь. Действие третье Путешествие на юг В 1989 году британский журналист Грэм Хэнкок сделал заявление, потрясшее весь мир. Легендарный утраченный ковчег завета не был потерян, а был благополучно спрятан в церкви в Эфиопии, куда его втайне привезли тысячу лет назад. Есть лишь одна страна в мире, где мы нашли до сих пор существующую традицию поклонения ковчегу завета. Грэм Хэнкок журналист. И эта страна, как ни странно, Эфиопия. Далеко, в самом центре Африки лежит древняя и загадочная страна. Страна, где среди местного населения есть евреи, местные эфиопские евреи, корни которых неизвестны. Никто из ученых не смог удовлетворительно объяснить, как иудаизм попал в Эфиопию, каковы его истоки. К тому же, Эфиопия христианская страна. Это была одна из первых христианских стран в мире, обращенная в христианство около 350 года нашей эры. Так что, в Эфиопии бок о бок существовали два параллельных течения, древний иудаизм и христианство. Обе эти религии здесь чтят Ковчег Завета и согласно обеим, считается, что Ковчег находится в наши дни в Эфиопии, в часовинке, пристроенной к храму Святой Марии Сионской в Аксуме. Но если Ковчег все это время был в Эфиопии, почему остальной мир не обращал на это внимание? Частично ответ может содержаться в легенде о том, как он попал в Эфиопию из Иерусалима. В Библии говорится, что во времена Соломона Иерусалим посетила загадочная царица Савская. Эфиопы считают, что царица Савская была царицей Эфиопии. Легенде о Ковчеге и его связи с Эфиопией посвятил всю свою жизнь эфиопский ученый, директор Института Семитских Исследований доктор Эфраим Исаак. Возможно, самые подробные, самые интересные и удивительные легенды Эфраим Исаак, сложившиеся вокруг личности царицы Савской, можно найти в книге под названием Кебра-Нагаст. Кебра-Нагаст буквально переводится как «Слава царей». После того, как царица Савская посетила царя Соломона и была им соблазнена, она вернулась на родину. Она забеременела, родила сына и назвала его Менелик. Эфиопская легенда рассказывает, как годы спустя Менелик отправился навестить своего отца в Иерусалим, чтобы получить образование. Несмотря на настояние Соломона остаться, Менелик вернулся в Эфиопию с первым сыном первосвященника. Легенда гласит, что они взяли ковчег с собой и поместили его в храме, позже ставшем церковью Марии Сионской в Аксуме. Это удивительная история, и она стала основой древней эфиопской традиции. Эти верования повлияли на отношение эфиопов к древнему Израилю, к религии Израиля. Согласно легенде, с Менеликом пришла вера в одного Бога. Правдива ли эта история? Ученые часто пытаются докопаться до правды, но правда в значительной степени теоретическая вещь. Эта история почитается эфиопской традицией, и я не собираюсь говорить, правдива ли она или ложно, поскольку, как ученый, я занимаюсь исследованиями, пытаясь понять, что лежит в ее основе. Именно с этой легендой Хэнкок впервые столкнулся, будучи корреспондентом газеты «Экономист» в Восточной Африке в 1983 году. Есть серьезные проблемы, касающиеся этой легенды, Аксума не существовало во времена царя Соломона. Здесь вообще ничего не было. Аксум был построен лишь в V веке. Иными словами, это старый город, но недостаточно старый, чтобы спрятать в нем ковчег завет во времена царя Соломона. Когда я обнаружил это, я начал изучать все, что касалось Эфиопии, и постепенно узнал, что здесь действительно скрывается потрясающее, удивительная загадка. Первый вопрос для Хэнкока был, когда точно исчез ковчег. Ковчег не был украден из храма Соломона во времена царя Соломона и привезен в город Аксум в Эфиопии. Потому что, во-первых, Аксума не существовало, а во-вторых, если вы внимательно прочитаете Библию, если воспользуетесь компьютерной программой по Библии, чтобы найти не только прямые ссылки на Ковчег Завета, но и косвенные упоминания Ковчега, откроется нечто интересное. Это то, что Ковчег Завета все еще был в храме Соломона в 701 году до нашей эры, спустя более двух веков после правления царя Соломона. Лично у меня нет никаких сомнений в этом, я опираюсь на работу с компьютером. Ковчег был в храме в 701 году, но к 626 пропал. И для меня это одна из ключевых частей в головоломке, что произошло с Ковчегом Завета. На то, чтобы предмет пропал из храма, был промежуток в 80 лет. Библия в 701 исчез к 626. Что произошло? Случилось ли что-то за этот 80-летний период, что могло бы объяснить утрату Ковчега Завета? Ответ на этот вопрос – да. Согласно Библии, нечто очень важное произошло в этот 80-летний период. Царь по имени Монассия занял трон в Иерусалиме. Монассия сделал одну необъяснимую вещь, после чего Ковчег мог покинуть Иерусалим. Он обратил храм Соломона в место поклонения язычников и установил языческих идолов в Советая Святых. Я установил, что в то время, около 650-го года до нашей эры, Ковчег Завета покинул храм. Он был увезен священниками, приверженцами старой иудейской веры, которые не могли этого пережить, которые не могли допустить, чтобы этот предмет оставался в здании, где находится языческий идол. Они забрали его. И я установил, что они вообще вывезли его из Израиля, из израильской земли, чтобы избежать риска осквернения грехами Манассии. Но вопрос, куда они увезли его? Благочестивые священники могли отвезти Ковчег на остров Элефантина, напротив современного города Асуан на реке Нил. На Элефантине была обнаружена еще одна большая археологическая загадка. Иудейский храм был построен примерно в 650 году до н.э., точно в то время, когда, как установил Хэнкок, был вывезен Ковчег из храма Соломона в Иерусалиме. На протяжении многих веков на острове Элефантина была иудейская община. У них не было храма. Ни у одной иудейской общины за пределами Иерусалима не было храма, потому что единственным храмом, как предполагалось, был храм Соломона, и его функция заключалась в хранении Ковчега Завета Господа. Но загадочным образом, именно в то время, когда Ковчег исчезает из храма Соломона в Иерусалиме, в Египте на острове Элефантина строится еврейский храм. И я выяснил, что храм был построен для той же функции хранения Ковчега Завета. Согласно исследованиям Хэнкока, Ковчег оставался в Египте на острове Элефантина более двухсот лет. За это время в Вавилонине завоевали Иерусалим, разрушили храм и отправили израильтян в изгнание. Когда израильтяне вернулись, чтобы построить второй храм, иудейская вера изменилась. Больше не было Ковчега, материального воплощения Бога. Но вместо этого он стал символом отсутствия необходимости поклоняться невидимому вездесущему Богу. Хотя Ковчеги не забыли, нужды в нем больше не было. И здесь перед нами еще одна загадка. Что произошло с евреями, которые жили на острове Элефантина, с большой общиной? Они бесследно исчезли из истории. Нет никаких свидетельств тому, что их перерезали. Похоже, они просто собрали вещи и ушли. И я считаю, именно так они и сделали. Они собрали свои пожитки и ушли, унися ковчег завета. Ушли не на север, через враждебный Египет, и не в Иерусалим, который уже забыл о Ниле, а ушли на юг, вдоль реки Нил, к истоку голубого Нила, озеру Тана, на возвышенностях Эфиопии. Там ковчег хранился примерно до 410 года до нашей эры, когда еврейское вероисповедание на Элефантине было уничтожено. И именно здесь мои исследования добавили еще один элемент в общую головоломку, потому что на озере Тана в Эфиопии, на острове под названием Тана Киркос, я обнаружил очень интересный вариант в традиционной легенде о Соломоне царице Савской и Менелике. На острове Тана Киркос сейчас расположен очень старый христианский монастырь. Монахи здесь рассказывают о временах, когда здесь были евреи. Они утверждают, что ковчег завета был привезен на остров, где оставался 800 лет. Это те самые каменные алтари, которые, как они считают, использовались для совершения ритуалов жертвоприношений перед ковчегом. На этом острове ковчег стал центром важного верхозаветного еврейского культа. И этот культ, возможно, восходит к эфиопским евреям, фалаша, которые продолжают исповедовать раннюю форму иудаизма. Что произошло спустя 800 лет? Эфиопия была обращена в христианство и христианский царь со своими силами пришел в Тано-Киркос. Он забрал ковчег в Аксум и поместил его в церковь Святой Марии Сеомской, где он находился с тех пор. Как ни странно, ковчег является центральным объектом поклонения христиан в Эфиопии. В каждой из 20 тысяч эфиопских церквей находится копия ковчега Завета. Каждая из них священна, как и ковчег Завета, который остается в Аксуме. Был ли в конце концов обнаружен утерянный ковчег? Действие четвертое. Святыня Верят ли в это остальной мир или нет, но эфиопы убеждены уже на протяжении многих веков, что единственный подлинный ковчег Завета находится в этой часовинке в Аксуме. Он не доступен никому, кроме одного человека. Это хранитель ковчега Завета, христианский монах, принадлежащий христианской ортодоксальной церкви. Человек, избираемый каждым предыдущим хранителем, исходя из абсолютной чистоты сердца. Будучи избранным, он может никогда больше не покинуть территорию церкви. Нынешний хранитель Аббат Тесфа Мариум. Все эфиопы верят, что лишь мужчина, который совершенно чист и свободен от греха, может приблизиться к этому предмету. Поскольку, если он не чист и не свободен от греха, он наверняка убьет его. Они рассказывали мне, что были случаи, когда Ковчег убивал людей, которые не должны были к нему приближаться. Нужно понять, что этот предмет в центре религиозной веры в данной стране его окружает аура огромной силы и опасности, силы Бога. Это не то, с чем можно обращаться небрежно или забавляться. Это не своеобразный аттракцион для туристов. Этот предмет, как считают эфиопы, как во времена Ветхого Завета, воплощение самого Бога, место присутствия Бога. И поэтому лишь один человек может видеть его. Ни одной фотографии Ковчега никогда не было сделано в Аксуме и, вероятно, не будет сделано. Но описание похоже соответствует библейскому. Он охотно описывает ковчег как золотой ящик с большими шестами для переноски. Он описывает размеры с помощью жестов. Особенно часто он говорит, что это предмет чистого ужаса. Он говорит, что когда впервые оказался перед Ковчегом Завета в алтарной части часовни, он задрожал от страха. Я его спросил, почему? Почему вы задрожали от страха? Он ответил, потому что ковчег предмет огня. Этот человек описывает свой реальный опыт. Правдивость его слов проявляется в его манере, когда он говорит. Хэнкок считает, что нашел ковчег. Но доказать это бесспорно невозможно. Эфиопская традиция запрещает любую возможность его прямого изучения. Они никогда не изменят эту традицию и никогда никому не позволят пройти в часовню, чтобы посмотреть, там ли ковчег или нет. Попытаться проникнуть внутрь для любого человека было бы опасной ошибкой, потому что он наверняка будет убит эфиопами. это дело не только одного монаха. Он, конечно, единственный человек, который может видеть ковчег, но в монастырском комплексе в Аксуме есть постоянный отряд тяжело вооруженных людей, которые всегда там и обеспечивают абсолютную уверенность в том, что на этой территории нет никаких проблем с безопасностью. работа, проделанная господином Ханкоком, удивительно интересна, но как ученый я едва ли могу сказать, что есть какие-либо конкретные доказательства, что ковчег Завета был привезен из Иерусалима на элефантину. Косвенные свидетельства позволяют с уверенностью предположить, что ковчег Завета в Эфиопии. И ведь в конце концов если я простыл, мне не нужно видеть вирус, чтобы узнать, что я простыл. Симптомов вполне достаточно, чтобы сказать, что со мной не так. Симптомы здесь целая страна, почитающая ковчег Завета, предельно ясное развитие истории, благодаря которому ковчег Завета был привезен в эту страну. В итоге получается слишком много свидетельств, чтобы их игнорировать. Они являются мощными доводами в пользу того, что ковчег Завета в Эфиопии. Возможно, когда-нибудь утверждение Хэнкока можно будет доказать. Но до того времени косвенные свидетельства все, что имеется в пользу того, что ковчег в Аксуме. Для Хэнкока этого достаточно. Я думаю, важно понять убеждение, как с точки зрения древних евреев относительно того, что произошло с ковчегом, так и веру в Эфиопии относительно того, где он находится, и уважать оба эти мнения. Не думаю, что найдется ученый, который сможет убедить меня в его местонахождении. Но также нет ученого, который убедил бы меня в том, что он не в Эфиопии. Мы просто должны отдавать должное этой удивительной традиции, уважать ее и верить в ковчег где бы он ни был. На протяжении многих лет важность религиозных догматов и соблазн найти сокровище вдохновлял поколение на поиски. Я часто думаю о том, что энергичность поисков библейских древностей на самом деле является скорее признаком слабости веры, чем ее силы. Когда в сердце народа действительно есть вера в библейские события, в библейские места, нет нужды искать реально существующий артефакт, чтобы прикоснуться к предмету, который упоминается в Библии. И, конечно, это касается Ковчега Завета, который в большей степени представляет собой символический, литературный образ, который воплощает силу израильского Бога. чье-то намерение пойти и найти этот ящик, особые размеры которого и все остальное описаны, признак того, что вера человека в Ковчег, упоминаемый в тексте Библии, колеблется. Доказательства могут не найтись никогда. Некоторые продолжают верить, что Ковчег захоронен под Храмовой горой, хотя, похоже, маловероятно, что поиски увенчались бы успехом. Потому, какой мы видим ситуацию сегодня, никто не собирается вести раскопки в пределах территории Храмовой горы. Если здесь есть скрытые пустоты, о которых не знали прежние исследователи и которые неизвестны в наши дни, возможно, по какой-то случайности, если кто-то собирается копать ров на вершине Храмовой горы, кто-то собирается вести раскопки, возможно, что-то и будет найдено. Но шансы, я бы сказал, очень, очень малы. Тем не менее, мы живем в городе, который полон сюрпризов, и, возможно, когда-нибудь внутри Храмовой горы или где-то еще рядом с Иерусалимом мы обнаружим новую находку, новый ключ, что-то, что приведет нас к новым знаниям или к новым выводам о ковчеге. Почему люди продолжают поиски ковчега? Потому что это магический предмет и, возможно, фантастический. И я полагаю, у всех нас в наши дни фильмы и существующие фантастические описания вызывают мысли о том, каким же он должен был быть и каким был бы, если бы до сих пор существовал. Конечно, нет способа доказать это, и пока не увидишь сам ковчег, возможно, в принципе, говорить, что хочешь, что он в Эфиопии или на складе американской армии, но, повторяюсь, по большей части все это относится к области фантастической псевдонауки. Я думаю, для людей важно помнить, что различные упоминания, содержатся ли они в раввинской литературе или у пророка Иеремии или в Эфиопии, каждая из них отражает разную религиозную традицию, разную школу памяти ковчега и его символического значения. И где бы он в итоге ни оказался, на горе Нево, в самом Иерусалиме или в далекой земле, например, в Эфиопии, эти упоминания скорее отражают идею о том, что случилось со святостью первого храма, а не о нынешнем местонахождении ковчега Завета. Ни одно из них нельзя читать буквально как карту сокровищ. Все они являются религиозным выражением, которое нужно оценивать именно с такой точки зрения. Среди мировых загадок древности загадка ковчега Завета одна из немногих сохранившихся и имеющих прямое отношение к современной жизни. Находясь в центре величайших вопросов религии и веры, ковчег до сих пор имеет власть над теми, кто верит, что он в Эфиопии и над теми, кто верит, что он сейчас и возможно и навсегда спрятан где-то в тайном месте в Святой Земле. Будучи нерушимой гарантией существования Бога, он является сокровищем гораздо более ценным, чем простое золото, из которого он сделан. Если бы ковчег нашли в наши дни, это могло бы иметь невообразимые последствия. Многие считают, что было бы лучше, если бы судьба ковчега осталась загадкой. Исполнительный продюсер доктор философии Чарльз Стеллин. Продюсер и режиссер Чарльз Стеллин. Сопродюсер и сорежиссер Ларс Ульберг. Оператор Чарльз Стеллин. Автор сценария Ларс Ульберг. Музыкальное сопровождение 615 Music. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media. Музыкальное сопровождение Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok